Привет! Морозы не помешают нам повеселиться. Сегодня я тебе покажу, как русские дарят подарки. Овечьий хоровод. Что скрывает автозаправка? И чем папа круче мамы? Хрю-хрю-хрю. Наше первое видео называется «Русские разбивают подарок снова, снова и снова». Но я бы назвал это видео «Голубые викини». Вечеринки всегда получаются круче, когда парни их организуют. Девочки, я обещаю дарить подарки только в трезвом состоянии, а то я еще долго буду ходить холостым. Давай еще! Пинай! Ребята, вы что? Это же подарок! Вы с ума сошли, что ли? Хотя, постойте, у парней, возможно, задумка. И подарок они не ломают, а делают. А что, супер идея! Взять праздничную коробку, накидать туда разбитого стекла, нарочно свалиться на ступеньках, а голубым бикини сказать «Это арт искусства, тебе понравится». Ребята, вы что? Это же подарок! Вы с ума сошли, что ли? А те, кто весь ролик просмотрел «Пялись на голубые бикини», мой вам бесплатный совет. Почаще выходите из дома, потому что эти бикини были не классные. Следующее видео в российской версии носит название «Безотказный способ ограничения скорости». Название в исходном варианте мне нравится куда больше «Овечий ураган». Ролик стал популярным по всему миру и собрал полтора миллиона просмотров за две недели. Овцы. Они же такие милые, не лают, не кусают. Но а тара действует согласно принципу стадного чувства и брать количеством их преимущества. Поэтому, когда вы будете проездом в местах подобных этому, на заборе ищите внимательно табличку «Овечий ураган». А с другой стороны, это же великолепная система «Парктроник» и «Подушки безопасности» в одном флаконе. Так, выезжаю аккуратненько. А если кончился бензин, то есть 25 дополнительных бараньих сил. Про следующий ролик за рубежом бы сказали так. Тем временем, в Советской России на заправках происходят странные вещи. Медведи разгуливают по улице и через лотки вытаскивают кассирши, чтобы выпить с ними. Работница в заправке, наверное, заболела и работает дома дистанционно. Это ваша сдача. Окей, окей, неудачно пошутил. Это кассирша любительница «Больших штук». Ладно, это лоток для обеденного перерыва тянется прямо до столовой. Ну ладно, ребят, тут на самом деле не более чем две версии. Ей холодно сидеть у окна, и она боится, что в лоток сунут дуло. Смешно в округе только одному парню. А кассирша что, социофобка? Почему она не вступает с покупателями в более интимную экономическую связь? По утрам я так же, как и вы, люблю смотреть шоу Елены Малыша. И она часто предлагает использовать специальные гаджеты для личной гигиены. И мне кажется, что наш лоток один из них. В нем деньги фарируются, дезинфицируются, сушатся и доставляются к вам уже в отглаженном и стерильном виде. И что бы там ни происходило на этой странной заправке, берем с них пример. Всегда без стеснения делайте так, как вам удобно. И можно я уже перейду к следующему ролику, потому что я уже не знаю, что говорить про этот лоток. Знакомьтесь, ребенок, который по уши в грязи, и отец, который снимает видео в семейный архив. Еще раз, Даша, еще раз, еще раз. Туда залезь. Так. А теперь скажи, хрю-хрю-хрю. Как мерзко. Почему отец ее подначивает? Еще раз, хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Он что, хочет, чтобы его ребенок заболел, простудился и не увидел, как закончится мировой финансовый кризис? И ведь наверняка именно у таких отцов вырастают крепкие дети без неизбывшихся детских грязных желаний. Но в комментариях его сторону пишут всякие гадости. Но мне этот отец очень нравится, потому что у его девочки с детства сформируются зажигательные наклонности. Полагаю, когда съемку завершили, отец почувствовал за себя гордость, как за великого режиссера. И он наверняка бы не хотел рассказать об этом жене. Даша, никогда так с мамой не делай, хорошо? Мама об этом знать не должна. С детства учимся обманывать маму. Как бы вы отмазали дочку? Как бы вы отмазали дочку? Пишем в комментариях. И это все. Подписаться можно здесь, поставить лайк здесь. Меня зовут Андрей. Смотрите наши новые выпуски на aiv.ru